Здравствуйте. Мы продолжаем нашу тему по иммиграции. В прошлом видео мы затронули вопрос, и мы не закончили на него отвечать, раскрывать о том, что... И касается тех людей, которые 2-3 года прожили в другой стране, и они сейчас находятся в точке и усталости, и непонимание, что им делать дальше, потому что они не могут вывозить ту ситуацию, в которой они сейчас находятся, им не хватает денег, например, они не ассимилируются в этой стране, потому что они работают удаленно и общаются на своем языке. Мы говорим, например, про семью, в своем круге они живут, и они не изучают язык, потому что им не хватает сил, и их держат только дети, и они стоят на распутье. Вот мы берем такую условную среднюю ситуацию. Я хочу вернуться к окончанию нашего прошлого видео, где вы начали говорить, отвечать на вопрос, и продолжить эту тему, Владимир Михайлович. Хорошо. Вопрос в чем? Что делать таким людям, которые понимают, что им не хватает сил, они уже что-то вложили частично в этой стране новой, но прошло уже 2 года, и они не знают, возвращаться им или оставаться. А для того, чтобы оставаться, у них нет сил учить язык, ну то есть какой-то замкнутый круг, да? Нет, замкнутого круга нет. Есть неопределенность в главном выгодоприобретателе. Да, и разверните. Да, разные волны иммиграции заходили в разные страны очень по-разному. Те, у кого были деньги, доживали на имеющееся. Князья, графья и дворяне работали таксистами. Работали дворниками, работали коммердинерами и стояли на дверях. Для них было все нормально. Вопрос заключается в том, как... Суть в следующем. Если вы перебираетесь из пресного водоема в соленый, вам все время щиплет глаза. И вы, в общем, не родились в океане. И вам не очень ваша среда. Нет, жить можно. Кислород есть, там все есть, там. Но немножко солоновато и как бы, ну, немножко другая динамика. Типа, а вернуться назад в свой водоем, в Озерцо, в речечку или еще куда-то я могу? Ну, если можете, возвращайтесь. А если не можете, нет больше этой речечки. Нет больше там того места, в котором вы жили. Чего делать? Ничего, жить вот здесь. Типа, а как же я здесь буду жить? Ничего страшного. Рубить те, шуровлять, мисцеви. Не выдумывай. Не пытайся изменять. Делай то, что делают местные. Сейчас попытаюсь объяснить важный момент. В чем выгода оседлой жизни? Представьте себе, что жизнь — это наждачная бумага. Не зря ведь говорят, что два раза переехать — это один раз сгореть. И вот если я вас попрошу переехать в течение, допустим, десяти лет, три-четыре раза, то переезжать в следующий раз вы будете уже на одной машине. Вам багажника хватит. А до этого вы там контейнеры какие-то заморачивали. У вас больше уже это ничего не нужно. То есть, а путешествовать вообще просто рюкзак и все. То есть, вы умещаетесь в рюкзаке. У Махатма Ганди, когда он умер, после него осталось три предмета. Больше еще не было. Очки. Ложка. Ну, чашечка такая деревянная. И ложка. Все, больше ничего. Он после себя вообще ничего не оставил. Очки, в которых он ходил. Набедренная повязка. Ну, ладно, кусок тряпки. И тарелка с ложкой. То есть, оказывается, даже оседло можно жить, как аскет. Но я не предлагаю каскетизм. Я не взываю каскетизм. Я говорю о другом. Я говорю о том, что когда жизнь это такая терка, и если вы по ней больно активно перемещаетесь. Помните этот старый анекдот, где типа до батареи одни уши доехали. Вот это вот этот анекдот. Для того, чтобы до батареи не доехали только одни уши, вообще собака осталась целая, то смысл в том, что вы начинаете жить оседло. Что такое жить оседло? Это когда вы знаете, что вот здесь вы покупаете рыбу, там мясо. Вот тут овощи, а там фрукты. А вот тут у вас знакомая булочная. Она вам всегда оставляет какие-то вкусные, не знаю, круассаны, булочки или черный хлеб. Вот это и есть, называется настройка жизни. Можно жить, как перехоти поля? Можно. Никакий проблем. Но тогда у вас должно быть, как у мотоциклиста, шкраги, чертова кожи. Ну, в смысле, вся ваша одежда из кордуры и чертовой кожи. И так, чтобы оно вообще не стиралось никогда. Ножом не резалось, не коцалось, не боцалось. И до грязи было индиферентно. И вот у нас получается. Вы либо живете как путешественник, пилигрим. Либо, и тогда у вас все, что есть, все на вас, вот это и есть ваша жизнь. Либо вы живете как оседлый человек. И тогда возникает вопрос, сколько раз за жизнь вы меняете место жительства? Допустим, в Америке коэффициент смены места жительства, я не помню точно, но там порядка, что ли, то ли 3,4, то ли 3,7. То есть за время жизни человек меняет место жительства четыре раза. Теперь я задаю вопрос, что важнее для этого человека, работа или дом? Работу. Конечно. Он ради работы, ради высокой зарплаты, ради бизнеса, легко меняет место жительства, а новое место жительства он им живет. И поэтому гречка в Штатах – это недвижимость. Какой кипиш все покупают, выходят из акций и покупают гречку. Ну, в смысле недвижимость. Сдают в аренду, там, тра-та-та-та. О! А теперь давайте представим условного украинца, который куда-то там собрался. В Украине коэффициент смены места жительства был 0,8. Он родился здесь, издох здесь. И там и пригодился. Абсолютно точно. То есть он вообще никуда не уехал. Я вам скажу больше. Там 80% людей не покидают своего поселка всю свою жизнь. Ну, то есть, а им и не нужно. Еда у них есть, работа у них есть. И тогда возникает вопрос. Человек, который живет оседло, и у кого коэффициент, ну, пусть будет единица, он что будет делать? Поедет за более высокооплачиваемой работой, закрыл глаза на дом? Ну, или он останется здесь, но подберет себе просто другую работу? Мы про оседлого вот этого говорим? Да, про оседлого. Ну да, он останется здесь и будет искать себе другую работу. Посмотрите, какие диаметральные стратегии. Я могу остаться в Днепре, в Харькове, в Киеве, никуда не уезжать вообще, и при этом просто найти себе другую работу. Я таксист, я бухгалтер, я, не знаю кто, щитовод, я клининговая компания. Да, боже мой, в любом городе. Но мне нравится мой город. У меня здесь все знакомые, я здесь всех знаю, и меня все здесь знают, и мне здесь хорошо жить. Никуда я уезжать не хочу. Все, точка закрыта. Поэтому, когда вы говорите, мол, типа, что этим людям делать? А эти люди чего хотят? Дома или работы? То есть, они вокруг дома выстраивают работу, или они едут куда-то, где есть работа, а потом там устраивают дом. Вы понимаете, что это совершенно разные стратегии? Ну, хорошо, давайте так. Вы молодая красивая женщина. У вас есть жених. Жениха можно искать. Среди умных красивого, и среди красивых умного. Ну, то есть, мы построили всех красивых, и говорим так, вот красивые, просто писанные красавцы. Ну, дурынды все, дурбеллоки. Ну, один более-менее там что-то языком телепает. Ну, ладно, иди сюда. И мы всю жизнь статурой его наслаждаемся. Лучше мы тихонечко на ушках видим. Слушай, держи рот прикрытым, а? Ну, потому что стыдно за тебя. Есть такое дело? И обратная сторона. Мы видим, что там 10 ваших возможных партий все умные. Ну, один маменькин сынок, другой какой-то заморыш, третий там какой-то, там, я не знаю, игроман, четвертый еще, они все умные. Но вдруг вы смотрите, ну, вот он не красавец, ну, не красавец он. Ну, блин, он ухоженный. И дома у него нормально. То есть, не надо продираться сквозь мусорные кучи. Что немаловажно. Что-что? Что немаловажно. Да, абсолютно. Он же должен быть уютным, этот человек. Ну и все. И тогда вы выбираете. Это диаметрально разные выборы. Самое смешное, что лучший, ну, условно говоря, самый умный среди красивых, и самый красивый среди умных будут где-то рядом. Но разница будет предельно большая. То есть, вы среди высоких ищете доброго, или среди добрых ищете высокого. Ну, да, приоритет. В чем, на что мы опираемся? С чего мы стартуем? Что важнее? И тогда, ответив на этот вопрос, все остальные вопросы решабельные. А можно тогда уточнить. Вот люди, которые выбирают работу. Это что за люди? То есть, они, у них в приоритете амбициозность, состояться. То есть, у них работа впервые стоит, чем семья, условно. Так можно? Первое некоторое время, да. Мало того, если вы заметите, что за последние, допустим, 40 лет стратегии женские, ну, то есть, о популяции или о генерациях, о поколениях, можно говорить, исходя из того, как ведут себя молодые женщины фертильного возраста. Вот то, как себя ведут молодые женщины фертильного возраста, определяет то, как ведет себя, грубо говоря, то, кто из чего будет соткана будущее этой нации. И раньше надо было в 18 выскочить замуж, в 21 уже иметь двоих детей, а дальше уже как-то обустраивается. Потом, значит, это все немножко сместилось на конец института, а сейчас, грубо говоря, женщина пока не сделает себе, там, условно говоря, карьеру, не построит некоторую жизнь свою, самостоятельную, а уже потом ищет того, с кем жить. То есть, она уже не готова быть содержанкой, она самостоятельно может жить, но она находит того, с кем жить ей интересно. Совершенно другая протегия. Если, Владимир Михайлович, мы вернемся в точку такой семьи, которым нужно сейчас выбрать, что они хотят. Они хотят дом свой, вернуться в прошлое или остаться. Если они решают оставаться, не понимают ради детей и ради будущего. Нет, мы этого не говорили. Это у нас отдельная тема. Вы просто подмешали, мы сказали, что они останутся, смотрите, как быстро смешали, они останутся либо ради денег, либо ради дома. Это разные цели. Те, кто остаются ради денег, не очень обращают внимания на дом. Те, которые остаются ради дома, не очень обращают внимания ради денег. А то, кто является выгодоприобретателем, это вообще отдельное кино. Кто является выгодоприобретателем того или иного решения, это вообще отдельное кино, это прям вот отдельная под тема наша с вами. Хорошо, тогда мы выводим выгодоприобретателя на следующую тему, а сегодня что мы можем еще обсудить, что делать, если они выбирают работу и в отдельном случае, что делать, если выбирают дом или как мы можем построить? Абсолютно точно, они выбирают либо жить в Нью-Йорке и тогда пофиг, каковую работу они там себе найдут, либо им предложили работу в Филадельфии, а в Филадельфии нет столько театров, культурной жизни, бродвеев и всего остального, но они собираются и едут в Филадельфию. И вот этот выбор, что выбрать, дом или работу, то есть тоже же должен быть обоснован чем-то, то есть он будет обосноваться как раз таки выгодоприобретателем или нет? Нет, вот смотрите, если бы, давайте разделим в два лукошка, у нас с вами есть любовь, но у нас с вами нет отношений. Это говорит о чем? Что любим мы просто так, ни за что. А вот отношения мы имеем с теми, с кем у нас есть интимная близость и денежка. О, вот если исходить из этой точки, то тогда вы спрашиваете, чем выбирают. Обычно выбирают нерациональными факторами. Вот той подлючей сволочной любовью, которая, ну, нравится она мне, ну, что я могу сделать. Хорошо, тогда мы выделяем на отдельные темы и выгодоприобретатели, и следующую тему, что делать в случае того, что, если выбрали дом, и что делать в случае того, что выбрали, если выбрали работу. Абсолютно точно. Дело в том, что, когда вы выбираете дом, и в этом нет никакой трагедии, то надо сделать жизнь экономной. Если вы живете в настроенной, что такое настроенный быт? Это когда вы не тратите лишние деньги. Вот и все. Так банально. И тогда вы приезжаете в новое место. Ну, хорошо, давайте я вам сейчас приведу простой пример. Ваша зарплата, допустим, в Норвегии или в Исландии будет 5,5 тысяч евро. Вам нравится? Да, конечно. Налоги 85% как вам? Тоже меняется. Понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, сколько вы, люди меряют, вот сейчас приведу пример. Например, люди, которые живут в Америке, зарабатывают больше, чем люди, которые живут в Канаде. Но канадская недвижимость дороже, чем американская. Что за фигня? В Америке охотно переезжают с места на место, в Канаде нет? Более оседлые. Абсолютно. И вот это и является, казалось бы, ну, условно говоря, если не брать французские провинции, то можно сказать, что не все говорят по-английски. Но возникает вопрос, как же так? Почему такие разные критерии принятия решения? Все очень просто. Если, мне кажется, я видел когда-то ваши фотографии из Автрии. Я ошибаюсь или нет? Это был Стокгольм. Или Стокгольм. Вот если вы видели памятники зеленого цвета, светло-зеленого. Я не помню. Ну, вот стоит памятник. Угу. И он светло-зеленого цвета. Это значит, что там уже все настолько окислилось, что вот эта окись, она называется патина. То есть, оказывается, город делает пыль. Угу. Так смешно, правда? То есть, как это пыль? Вот так. Городская пыль создает город. Вот это то, что по этим площадям ходили люди. 400-800 лет подряд. И оно все утоптывалось. И утрамбовывалось. И там все дела. О, хотите, я вам анекдот расскажу? Давайте. А где же это было? Не в Черновцах, а как бы. В общем, грубо говоря, запад Украины. Ремонтируют они, ремонтируют эту дорогу. Ремонтируют, 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 ремонтируют. В общем, доремонтировались. Пришел новый мыр, сказал, содрали. Оба чем весь асфальт. Содрали. Знаете, что нашли? Римскую дорогу. Вы знаете, почему все дороги ведут в Рим? Потому что римляне их построили. И они все веточками сходятся в Рим. Почему дороги ведут в Рим? Потому что римляне их строили. Нашли старую римскую дорогу. Сказал, асфальт не класть, вот она по сей день служит. Работает как брусчатка. Подождите, а ты дороги там? Две тысячи лет, да. И она по сей день служит, да. Там ни капли асфальта и бетона, да. Она уложена вручную, да. И по сей день служит, да. Это вот про это. То есть, когда мы принимаем решение жить так или вот так, отдавая предпочтение либо городу, там, допустим, с инфраструктурой, либо деревне соуединенности, либо дому, либо доходу, мы определяем, что мы хотим сделать на финале. И тогда все очень легко. То есть, я зебра, черная в белую полосочку. А вы зебра, белая в черную полосочку. Ну вы белая зебра, а я черная. И у меня... Но если у нас люди видят со стороны, они говорят, смотри, две абсолютно одинаковые зебры. Не, неправда. Я черная в белую полосочку, а она белая в черную полосочку. И это другая зебра. То есть, я отталкиваюсь, я по базовой. Сейчас я поведу пример. Хотите, расскажу, как выбирать мужчину, ну или спутника жизни на все времена. Давайте. Все секреты расскажем. Выбирайте доброго. Не покладистого, не прогнутого, не маменького сынка, а по базе доброго. А что значит? Как это понять? По поведению. Может быть, это странный вопрос, но... Драться будет, не добьет. Типа, может драться? Может. Кулаки есть, есть. Кулаки есть, есть. Двинет так, что будут головоноги. Будет другой лететь, кувыркаться. Будет добивать, не будет добивать. В нем нет истерики, в нем нет... В нем есть место. Оно может быть ссыкливое до чертей. Медведь, например, самое трусливое животное в лесу. На самом деле. Но в нем есть что-то такое тяжелое, лесное, базовое, хтонское, которое говорит, нет, 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 с медведем лучше не шутить. Дружить можно, шутить нет. Это вот этот случай. То есть, ищите того, кто порядочный. А все остальное, это все культурная шелуха. Типа, можно на ней заморочиться? Заневротизироваться и скандалиться? Можно. Но даже скандалить не будет горя. Так, это вы к эмиграции, или мы просто сейчас отошли от темы, что вы... Это к вопросу, что-то, что есть базой. Вот есть люди, условно говоря, злые, а есть, условно, испуганные, потерянные. А есть люди, и из-за этого, завистливые, мстительные, там, бла-бла-бла. А есть люди по базе добрые. Они могут быть разные, дураки, хорошие, веселые, печальные, добрые. И вот это разделение на белых зёбр и на чёрных зёбр. Вот и всё. Мы так находим себе людей. Допустим, два добрых, но один холерик добрый, а другой, например, мягкий, спокойный сангвиник. Это... Наверное, мягкий, спокойный. Больше подходит. Да? Флегматик. Флегматик пусть будет. Пусть будет флегматик. Один быстрый, резкий, а второй такой, мягкий, плавный, такой весь, заполняющий пустоты. Ну, оба по основанию добрые. А вот добрый со злым жить не может. Это вот об этом идёт речь. Вы никогда не задамывались вопросом, почему в одних книжках у доктора Айболита вот эта вот ненавистная это жена? Я же ничего не помню, Владимир Михайлович. А в других книжках одна сестра. Ну, доктор Айболит, он добрый, лечит, все дела. Это категорически разный сценарий. Там она сестра, злая, в общем, Круэлла. А там она сестра, она сестра, которая ему мешает жить. Это очень важный момент. Потому что если это жена, то муж и жена одна сатана, там доктор Дулитл, ну, доктор Айболит одно и то же с той тетей. Или это тетя с виду, ну, злобная, а на самом деле добрая-добрая. Посмотрите на добряка и такого как он, как можно было лепить Ростроповича и на Вишневскую. Сталюка-баба. Вопрос. Она внутри злая, внутри злая, добрая, еще добрее даже, чем ее бывший муж, в смысле, ушедший, Мстислав Ростропович. Но с поведенческой точки стороны, значит, я вам сейчас расскажу историю, вы сейчас обхохочитесь, это будет смешно, она за ними займет 10 секунд. Значит, они делали ремонт, и она наняла, ну, домом всем выруляет она, и она наняла каких-то там строителей, значит, сантехников, и те пришли, значит, работать, а этот пришел узнать их секреты работы. Народный артист, лучший вилл, вилл, анчелист мира, значит, я начал рассказывать, и вот они уже сидят, лясы точат, чешут языком, уже бухать начали, и она приходит домой, ну, типа, и муж сидит, значит, с работягами, бухает, и этот, говорит, Слава, что ты с ними делаешь? Он говорит, они мне рассказывали про секреты своего ремесла, слушай, это так интересно, она их, понятное дело, чуть не поубивала, но суть не в этом, она все равно добрая, вот хоть ты убейся, она такая, ну, стражинка, но она все равно добрая, вот, вот это и есть основание, поэтому, когда вы выбираете человека, который будет охотен, ну, охотч, то смены места жительства, очень легко договоритесь, а который будет, наоборот, оседл, и вы оседлая, вы тоже очень легко договоритесь, но если он оседлый, а вы охотчик смене мест, вы не очень договоритесь, это по базе, поэтому вот здесь принципиальным моментом является принять решение, какое, и вы меня пытаетесь вывести, я хитрю, конечно же, я как уж вьюсь на сковородке, пытаюсь вам отказать в критерии, потому что вы меня душите, вот так двумя руками, и говорите, дайте мне критерий, дайте мне что-то, чем я отделю зерна от плевел, я вам говорю, нет этого критерия, он внутри вас, и вы заглянете внутрь, и он вам улыбнется, он любовь, он нерациональный, типа, а потом мы включим рациональность, и средствами критериев, доводов, причин, следствий, спокойно выведем стратегию, да, но вы должны определиться, вы, вам больше девочка оседлая, или вы больше девочка перемещающаяся, ужас ведь не в этом, я вам сейчас скажу страшную вещь, вы меня потом будете ругать злыми словами, до какого-то возраста, можно быть, перекатит поле, а потом захотеть осесть. Я, кстати, хотела, Владимир Михайлович, про это сказать, между прочим, не ругаться, потому что, когда не закрыты базовые потребности у людей, то вот они говорят, я не буду сейчас путешествовать, мне сейчас надо поработать, я хочу... Правильно, это называется, вы только что назвали, это называется трусы-паспорт. Вот. То есть, они выбирают сначала работу, а потом они будут выбирать работу. Должно быть место, где лежат трусы и паспорт, ваш, ну, домашний, а дальше гуляй нога по свету, делай, что хочешь. Ну, до этого, что жить еще, дорасти надо, и финансово, и зрелость. Это не бесконечная тема. Ну, понятно, да. Я про это хотела уточнить, что у нас эти части могут делиться. И получается, что, если подходить к итогу, мы подходим к итогу, Владимир Михайлович, то важно еще, ко всему прочему, понимать, с кем мы в эмиграции, то есть, это не последняя точка, решение наше внутреннее. Вы сейчас по тонкому льду идете. По тонкому льду иду? Да, потому что эмиграция, это вибростенд, как и любая война, и как и любые, ну, перепитии. И, я не знаю точной статистики, но, как бы не больше половины браков, которые перебрались в эмиграцию, не выдерживают, там, условно говоря, 7-10 лет в эмиграции, они расходятся. Ну, то есть, я понимаю о том, что могут разойтись, как вы сами сказали, если основываться на критерии дома или работы. Да, абсолютно. Для нас важно, с кем мы в эмиграции, для нас важна честность с самим собой, что мы хотим, это вот, наверное, правильно. Вот это правильно. Мы стартуем от печки, а печка – это вы. Печка при вас. Для меня же тоже может быть, у меня нет детей, но я могу предположить, почему-то легко, я понимаю, что если мне нужно ради, и я хочу, чтобы этот, этот, сразу видно, что женщина имеет детей, чтобы этот ребенок, там, вырос хорошим, там, в определенных условиях, то я пойду на определенные, наверное, не знаю. И вы сейчас отвечаете на вопрос «выгодоприобретатель». Вот, я же понимаю, что я буду искать, наверное, лучшее ответ. Что еще? Это отдельная тема. Тема «выгодоприобретатель» это отдельная просто тема. Хорошо, тогда на этом закончим. Спасибо большое. Очень содержательная получилась, глубокий получился и содержательный ответ. Тогда на следующий раз мы сделаем ответ на вопрос про «выгодоприобретатель». Потому что можно, если я забегу чуть-чуть, как я это понимаю, что, предположим, я мама, у меня ребенок, я делаю это ради него, ищу лучшие условия, и в этих условиях я буду искать себя, как мне сделать жизнь свою комфортной, чтобы не убиться ради этого чада. Ну, я так понимаю, не знаю. Абсолютно. Спасибо, и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, Телеграм, Патреон, сессу, к его описание. Телеграм. Спасибо.